добрый день дорогие мои подписчики гости моего канала сегодня будем с вами готовить с куриными желудками правда изначально хотела приготовить рецепт с использованием гречки но я такая знаете хозяйка вроде бы запасливая и в то же время кинулась а гречки оказывается нет ничего у меня есть пшено значит приготовим что-то знаете наподобие полевого супа вот давно готовили но только мы немножечко тут пофантазируем как бы его видоизменим в общем пойдемте готовить хочу приготовить вот в этой глубокой сковороде смотрите желудки уже очищенные первую воду которая сейчас закипит я солью потому что но сами понимаете в желудках есть там запахи разные сейчас кур кормят разными добавками поэтому первую воду я солью а второй залью и уже во второй буду тушить все воду поменяла вот во второй воде они медленно кипят все промыла и приготовила пшено чайник у меня уже закипел и теперь пшено я залью горячей водой знаете иногда пшено горчит там жир есть в маленьких отверстиях в каждом пшене есть маленькое отверстие и вот туда там находится жир который прогоркает и вот чтобы она не горчила я вот кипятком залью потом промою ну и морковь с луком пока натру нарежу где-то час у меня желудки будут тушиться ну что у меня прошло 40 минут я решила уже пережарить лук пока все это овощи подготовим у нас желудки еще как раз потихоньку будут довариваться вот лучок отсюда я хочу в специи добавить специй чуть-чуть у меня вот есть универсальная пусть будет аромат вот так все вот лучок позолотился теперь сюда добавляю морковку вообще конечно полевой суп вот кто готовил и ел его они знают что добавляли сало раньше кусочки сала обжаривали в поле что брали с собой на работу сало и пшена мешочки а там котелок поле поставили сальце обжарили туда горсть пшена вот тебе и полевой суп но мы живем современном мире ну как бы не все любят жирная правда поэтому я вот обойдусь без сала все зарумяниваю высыпаю сюда зажарочку пшено я уже промыла все кипяточком его обработали горчить не будет ну что теперь смотрите вот сколько брать пшена да сколько хотите потому что густоту можно отрегулировать горячим чайником горячий чайник держите на готове вот меня покрыто общину все сейчас я его присолю так чуть присолю накрою крышечкой и пусть томится вот у меня прошло 10 минут подходим смотрим пробуем по вкусу как пшено сварилась не сварилась видите какая красота все желтенькая красивая я хочу еще добавить чеснок гранулированные но для вкуса чуть-чуть вот так вот а теперь смотрите густоту вот видите какое у меня чуть-чуть бульончика но у меня рядом стоит чайник поэтому хотите чуть-чуть пожиже влете чуть кипятка не хотите пусть будет вот такой консистенции ну что я думаю чуть-чуть вот все-таки кипяточка я подолью хотя у меня муж любит густые вот те супы но я хочу чтобы было бульончик все прокипело можно в пиалу и наслаждаться все парит все замечательно я решила чуть-чуть кетчуп налить но для кислинки кстати кто хочет может и ложечку сметанки ну что мои хорошие блюда я приготовила получился у нас полевой суп на новый лад как вы думаете вкусно будет вы готовили такой суп кстати не хотите долго отваривать желудки возьмите баночку тушенки быстро быстро приготовиться это же получается но очень вкусно в общем пишите комментарии отзывы ну и как обычно мои любимые приходите завтра